Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема – как перевести деньги самозанятому. Если вы как физическое лицо совершили какую-то покупку у самозанятого, либо же самозанятый выполнил вам какую-то услугу, и вы за это хотите расплатиться, то вы как физическое лицо можете перевести деньги по номеру банковской карты, либо же по номеру счета данной карты на карту самозанятого. Самозанятый, в свою очередь, должен через приложение «Мой налог» внести данную продажу, добавить услугу, которую он выполнил, и, соответственно, выдать вам чек за данную услугу. То есть самозанятому вы производите оплату, как обычному физическому лицу. Вы можете отдать деньги наличными и также потребовать чек, а можете просто перевести на банковскую карту и также потребовать чек. Если, допустим, самозанятому хотят перевести деньги, юрлица. Юрлица не могут переводить деньги по номеру банковской карты. Поэтому для перевода самозанятому необходимо предоставить следующие реквизиты. Имя получателя, номер расчетного счета, наименование банка, биг банка, корреспондентский счет, код подразделения банка и адрес. Все эти данные самозанятый может получить в личном кабинете своего банка от своей банковской карты, либо же может обратиться в отделение банка для того, чтобы получить там выписку с реквизитами счета. У безналичного расчета есть один недостаток. Потому что банк видит, что вы переводите деньги не ИП и ООО, как юридическое лицо, а переводите деньги физлицу, то при этом вы еще не платите за него налоги, и банк может посмотреть и рассмотреть данный платеж как несоответствующим и поставить на него блокировку. И то есть перевод от юрлица самозанятому не поступит. Но для того, чтобы снять блокировку, нужно просто будет сказать, что вы переводите деньги самозанятому и предоставить банку договор. Но все равно данный платеж будет заблокирован на несколько дней. Если самозанятый оформлял ИП, то он себе мог открыть расчетный счет, и тогда юридическим лицам проще работать с такими самозанятыми. Но если вы самозаняты как физлицо, то вот только таким образом вы сможете получать денежные средства, и юрлица и физлица смогут переводить деньги самозанятому вот такими двумя способами. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредиты и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал, и всем до новых встреч!